Друзья, всех приветствую на канале Твой климат. Сегодня давайте рассмотрим вот такой конденсатный насос. Это производитель компании Aspen Mini Orange. Значит, данный насос у нас служит для бытовых сплит-систем. Одним словом, для кондиционеров с общей мощностью 16 кВт. Может подходить как для настенных сплит-систем, также для канальных сплит-систем и напольно-потолочного плана кондиционеров. И в блоках, которые устанавливаются на шасси. Используется он у нас в бытовых целях и для маленьких коммерческих помещений. Давайте его разберем, посмотрим, что у нас вообще здесь есть внутри, что у нас идет в комплектации. Значит, что по техническим характеристикам данного насоса можно сказать? Максимальная производительность 12 литров конденсата в час. То есть 12 литров воды он может у нас откачать в час. Это при том, если у нас перепад высот будет в районе 0. То есть у нас небольшие перепады высот. Максимальная рекомендуемая высота подъема воды 10 метров при расходе воды 6 литров в час. Высота всасывания составляет до 2 метров. Шум составляет здесь 21 дБ, то есть довольно тихий. 21 дБ на расстоянии до 1 метра. На сегодняшний день это один из самых тихих конденсатных насосов. И, что самое главное, один из самых продаваемых в мире конденсатных насосов. Максимальная температура воды, с которой может работать данный насос, составляет 40 градусов по Цельсию. Данный насос полностью герметичен. У него есть тепловая защита и самовсасывание. Режим работы у данного насоса прерывистый. То есть он работает у нас не постоянно, а когда у нас емкость наполняется, он включается насос, откачивает, выкидывает весь конденсат, всю воду. И потом снова отключается до следующего заполнения емкости. Ну что, давайте заглянем внутрь и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Вот такая коробочка, такая комплектация у нас идет. Значит, сверху что мы видим? Сверху у нас идет запакованная капиллярная трубка. Это всасывающая трубка. Также у нас здесь в комплекте идут стяжки и вот такие на двухстороннем скотче, такие, как называют их кронштейны. То есть это крепление нашего насоса к какой-то поверхности. Они сделаны вот из такого поролончика. Получается, они еще у нас гасят вибрацию. Дренажная трубка 6 мм в диаметре. Внутренний диаметр 6 мм. Дальше в комплекте у нас идет антистифонное устройство. Нужно для того, чтобы в капиллярной трубке постоянно находилась вода. У нас с обоих сторон подключается капиллярная трубка и получается, это устройство не дает назад выходить в воде. Это нужно для того, чтобы в капиллярной трубке постоянно была вода, чтобы не образовывался запах. Дальше в комплекте у нас идет вот такой переходник. Он нужен для подключения к дренажу. Как подключить данный насос, в конце будет видео с его подключением, с официального сайта производителя. Также у нас идет питающий кабель, кабель питания, который у нас подключается к насосу и к нашему кондиционеру. Питание к кондиционеру подключается. Дальше у нас идет входная трубка, 220 мм она длиной и внутренний диаметр 14 мм. Также идет у нас резервуар, непосредственно где скапливается у нас конденсат. В резервуаре находится поплавок, который у нас поднимается при заполнении его водой. И когда этот резервуар заполнен водой, у нас включается таймер и насос начинает откачивать воду. В этом резервуаре у нас есть, как видим, подключение дренажа нашего основного кондиционера и фильтр. В резервуаре находится еще и фильтращий. Также здесь у нас идет провод подключения. Данный провод подключения у нас подключается непосредственно к насосу. Сейчас чуть попозже покажу. Значит, что по габаритам? Длина его 80 мм и высота его у нас получается 34 мм. Ширина 39 мм. Здесь у нас подключается капиллярка, которая идет непосредственно к насосу. Дальше у нас есть еще вот такая вот дополнительная емкость в комплекте. Вот такой переходничок. И сам насос. Мини-оранж. Значит, направление потока воды у нас здесь указано, показано стрелочками на самом насосике. То есть, отсюда вхождение. Здесь у нас идет подключение уже капиллярной трубки, которая идет в выброс либо на улице нашего конденсата, либо в канализацию, в сифон. Общая длина насоса 116 мм. Ширина его получается у нас 39 мм. И его высота 51 мм. Как я и говорил, вот здесь вот у нас есть разъем для подключения питающего кабеля. Вот видите, здесь есть разъем. И это питание идет у нас на кондиционер. Подключается. Здесь подключается капиллярная трубка, которая идет, как я уже сказал, на слив. С этой стороны у нас идет подключение питания нашего резервуара, в котором скапливается конденсат. Вот фишечка его. И сюда у нас подключается наша капиллярка, которая соединяет насос и резервуар. То есть, вся эта система выглядит приблизительно вот таким образом. Вот эта емкость устанавливается где-нибудь, либо в районе самого кондиционера, если есть возможность его установить в районе кондиционера, либо где-то за кондиционером это все ставится. Ну, устанавливается все это в такую последовательность. Здесь подключается основной дренаж от кондиционера. Потом здесь у нас будет идти капиллярная трубка. Вот это запорный клапан, как он называется, антисифонное устройство, чтобы в капиллярной трубке постоянно была у нас вода, чтобы не образовывался запах. И дальше пошло через капиллярную трубку к самому насосу. И от насоса уже отходит капиллярная трубка, и пошла уже в слив, в канализацию, либо же на улицу выброс. В каких случаях используется конденсатный насос, либо, как его еще называют, дренажная помпа, дренажный насос? Если нет технической возможности для отвода конденсата путем самотека, тогда если у нас есть какие-то перепады высот, если, например, нам надо, чтобы дренаж нашел через потолок, либо поднимался вверх, выше нашего кондиционера внутреннего блока, тогда, соответственно, нас спасает только вот этот вот насосик. Должны понимать, что данный насос у нас используется для бытовых целей, либо для маленьких коммерческих помещений. Как я уже сказал, еще раз повторю, что он используется для кондиционеров мощностью до 16 кВт. Сейчас я вставлю дальше видео с официального сайта производителя, aspenpumps.com, где вы увидите, как данный насос можно у нас подключить. Если видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, будем по возможности на них отвечать. Всем пока, приятного просмотра дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok